Ну вот это как раз говорит о том, что недостаток влаги, вот эти трещины, все. Из-за чего мы недополучаем урожай. Сами видите. Наглядный пример перед нами. Главному агроному сельхозхозяйственного кооператива имени Пономарева остается только разводить руками. Летний зной не позволил достичь желаемого результата. Из-за скудных дождей в этом году недосчитались местами пяти, а где и десяти центнеров на каждом гектаре. Позади сбор гороха. Сейчас комбайны словно корабли по морю, плывут по ячменю. Поля с этой культурой в кооперативе раскинулись на 400 гектарах. На данном участке у нас работает семь комбайнов. По нашей площади этой техники вполне достаточно. Приходит у нас восьмой комбайн. Так что с техникой мы проблем не испытываем. По комбайнам у нас комбайнов разного. Есть и Полесье, Челленджер, Нью-Холланд, Класс, Кейс. У нас различные комбайны. Уже переходим, можно сказать, на импортные комбайны. Золото полей, собранное комбайнами, до тока везут шесть грузовых машин. Это позволяет собирать зерно оперативно, без простой основной техники. А еще, чтобы не терять драгоценное время, прямо в поле работникам ежедневно привозят и полдник, и обед. На обед у нас суп гречневый с мясом. Второе – макароны с котлетами. Ну и хлеб, батон. Пироги даже есть. Пироги у нас на полдник. Ты мне второй наложила? А кто с кружкой стоял? У вас еще и полдник есть. Да, у нас есть полдник. Каждый день у нас с четырех часов полдник. Подпитка требуется не только людям, но и почве. При грамотной работе с соломой химические удобрения не нужны. В советское время, чтобы увеличить плодородие почвы, использовали навоз. Сейчас в качестве органики все чаще применяют стерню. Сейчас, когда комбайны уйдут с поля, сюда зайдет дискатор. Он измельчит пожневные остатки, смешает вместе с верхним слоем земли, и после уже можно будет пахать. Сегодня труженики сельхозкооператива закончат с ячменем и приступят к жатве двух участков озимой пшеницы общей площадью в 210 гектаров. Это зерно в дальнейшем пойдет на семена, а вот сеять озимые для урожая следующего года пока спешить не будут. Подождут дождей. Марина Корякина, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.